Восточный Казахстан Восточный Казахстан Несмотря на начало октября, погода явно не осенняя. Тяжелые свинцовые облака, плывущие над головой стремительно и непредсказуемо, то и дело осыпали мелкой снежной крупой, перемешку с моросящим дождем. А пронизывающий ветер добавлял ко всему этому непередаваемое ощущение надвигающейся зимы. Екатериновка или Акжартас, как стали называть это село после 2010 года, встретила меня неприглядными видами. Многочисленные развалины жилых помещений и хозпостроек в количественном выражении перекрывали те несколько жилых домов, которые можно было узнать по характерному дыму из печных труб или припаркованной рядом техники. Все закономерно. С упоразнением села как территориальной единицы люди стали покидать обжитые места. Кто-то раньше, а кто-то позже. История села Екатериновка своими корнями уходит в начало XX века, когда процесс немецкой крестьянской колонизации достиг восточного Казахстана, на северо-западной части которого возникло пять чисто немецких поселений, одно из которых, Екатериновка, расположилось обособлено в Усть-Каменогорском уезде Семипалатинской области ввиду его католического вероисповедания. По архивным сведениям основали нынешний Акжартас, немецкие колонисты, выходцы с территории Украины. Нелегко было иноземцам обживать новые места. Первые переселенческие годы были связаны с целым рядом проблем и трудностей по обустройству в новом регионе, в том числе в морально-психологическом плане. Немецкие общины или колонии, как их еще часто называли, жили несколько обособлено от местного населения, своей внутренней жизнью и укладом. В политическом плане чужеземцы старались держать нейтралитет. Преодолевать тяготы и проблемы непростых переселенческих лет им помогала вера в Бога, которая, подобно фундаменту, выстояла довоенные и послевоенные годы, несмотря на многочисленные гонения на церковь со стороны государства. По правде говоря, о том, что Екатериновка – немецкое поселение, я узнал уже от местных жителей по приезду в село. Лишь тогда мне стали понятны неприсущие заброшенным поселениям аккуратность и порядок сохранившихся развалин, среди которых даже проглядывались остатки небольших одноэтажных панельных домов. Сегодня встретить в этих краях потомков немецких переселенцев, пожалуй, невозможно. Все это – результат массовой депортации немцев в военные и послевоенные годы, с присущими ей грубыми формами и методами, сопровождавшимися большими людскими потерями. Да и коренное население в Екатериновке сегодня – большая редкость. В этом году хозяева еще нескольких домов переезжают на новое место жительства, и из десяти жилых домов на пару станет меньше. Благо, электричество в поселке есть, да дорога до ближайшего села Бозанбай, которую, со слов местных жителей, с этой зимы перестанут чистить. А пока позволяет погода, по селу разносится рок от стареньких советских тракторов. Активно идет заготовка на зиму сена для скота. Ведь сегодня жители Акжартаса живут преимущественно за счет своего хозяйства, неотъемлемой частью которого является крупный рогатый скот и лошади, вольно пасущиеся на местных джейляу. Сена приспособились хранить в брошенных домах, стены которых надежно защитят сток от непогоды, а оконные и дверные проемы не дадут соприть, обеспечивая хорошую вентиляцию. Но помимо скота нужно подумать и о себе. До наступления холодов успеть завести из города уголь и солярку для техники. Зимой такой возможности может и не представиться. Накануне поездки по совершенно случайному стечению обстоятельств мне удалось узнать, что в бывшем немецком поселке сохранилось здание клуба, которое по результатам историко-культурной экспертизы специалисты-археологи отнесли к памятнику истории и культуры местного значения. Отыскать этот памятник не составило никакого труда. Даже на снимках из космоса здание клуба сложно не заметить. На фоне развалин пустеющего поселка его очертания напоминают самолет с фюзеляжем и крыльями, словно прилетевший из прошлого столетия и так и оставшийся здесь стоять без надежды на восстановление. Монументальная постройка, являющаяся доминантой села Екатериновка, выполнена в стиле рядовой архитектуры общественных зданий начала 20 века. Здание клуба уже издалека привлекает к себе внимание своими необычными формами и большими окнами арочного исполнения. Подобно вишенке на торте, украшает оно местную округу, хорошо просматриваясь из любой точки села. Вот только вишенка эта уже не первой свежести. Подобно высохшей и заветрившейся сочной мякоти ягоды, здание клуба находится, если не в аварийном, то в удручающем состоянии. Каркас, подобно вишневой косточке, вполне сохранился, но вся остальная красота с годами поблекла и потускнела, сменившись зияющими дырами в окнах и крыше. Историко-культурная экспертиза памятника, проводившаяся одной из археологических кампаний с целью установления его исторического значения, рекомендовала в целях исключения потери зданиям клуба оригинального вида и для предотвращения его физического разрушения, вести постоянный контроль над состоянием памятника и регулярные ремонтно-реставрационные работы. Надо ли говорить, что дальше рекомендаций на бумаге? Дело так и не сдвинулось, и сегодня здание клуба является приютом для лошадей, ищущих укрытие от непогоды. Зайдем в здание клуба. Интересен не только его внешний вид, но и внутренняя архитектура и компоновка помещений. Если не обращать внимание на толстый слой конского навоза на полу и частично обрушившиеся перекрытия крыши, то словно переносишься в иную реальность. При этом я долго не мог понять, какую. С одной стороны кажется, будто попал в здание советской эпохи с высокими потолками и холодными длинными коридорами, ведущими в, казалось, бесконечные корпуса. С другой же, при виде резных изображений античных фигур и скульптур, складывается ощущение присутствия эпохи Древней Греции во всей ее красе. Кажется, что вот-вот зазвучат струны древней лиры, наполняя стены здания приятной мелодией забытой эпохи. Миновав некое подобие низкого коридора с массивными колоннами, попадаешь в основное помещение клуба с высоким потолком и остатками основания от сцены, по которой в свое время ступали сотни, а может и тысячи ног. На стенах по периметру помещения крюки от куда-то исчезнувших радиаторов системы отопления. По всей видимости, в одном из крыльев здания некогда была своя кочегарка, отапливавшая большие помещения. Что двигало архитекторов, проектировавших это монументальное строение, для меня так и останется загадкой. В равной степени, как и вопрос, почему в современную эпоху такие, не побоюсь этого слова, памятники остаются без внимания со стороны высших эшелонов власти. Ведь если задуматься, да еще вспомнить громкие лозунги развития туризма в стране, это здание клуба, расположенное в забытом немецком селе, можно было не только сохранить как визитную карточку района, но еще и получать доход от туристического бизнеса по опыту европейских стран, которым так любят руководствоваться те самые высшие эшелоны, пытаясь внедрить какое-нибудь новшество в сложившийся уклад жизни страны. А сохранив одно лишь здание, пожалуй, можно было спасти жизнь целому поселку. Тем более, что присущие немецкой нации порядочность, добросовестность и умение работать заложили прочный фундамент для существования Екатериновки, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Пронизывающий ветер быстро возвращает в реальность, в ту, которая создана архитекторами современными, способными одним лишь взмахом пера стереть целое село с его уникальной историей, долгие годы остававшейся под грифом секретно. Да и сейчас отыскать информацию о бывшей немецкой колонии – задача не из легких. В библиотеке удалось найти лишь скудный кусочек из истории поселка, а мой запрос в местные Акиматы вовсе остался без ответа. По всей видимости, еще не снят гриф секретно со сложной эпохи, оставившей глубокий след в истории целого народа. Напоследок окидываю взглядом этот богом забытый уголок. Когда-то здесь была школа и даже стояли небольшие панельные дома на 5-6 семей. Сегодня от былой жизни остались лишь развалины, да чудом сохранившееся здание клуба. По результатам – историко-культурные экспертизы, отнесенные к памятнику истории и культуры местного значения. Отнесенные, да так и забытые, на долгие годы. На обратном пути импровизирую. Решаю закольцевать маршрут, проехав через горы, заодно посетив водохранилище на реке Уланга. Немногочисленные зимовки, разбросанные в ближайшие округи, живут тихой размеренной жизнью. Вольно пасутся табуны лошадей, отары овец, сбиваясь поближе друг к другу, чтобы защитить себя от порывистого ветра. По небу стремительно бегут плотные свинцовые облака, где-то вдали, незаметно сливающиеся с горизонтом. Часто останавливаюсь, выхожу из машины, прислушиваюсь к волшебной тишине, нарушаемой лишь свистом ветра до шелестом золотых колосьев. Подходит к концу эта маленькая экспедиция, окунувшая меня в прошлое, не такое далекое, но уже забытое. Прошлое, которое омыто слезами, потом и кровью простых людей, таких, как и мы с вами. Полна земля восточно-казахстанская, интересных мест, с которыми тесно переплетена история нашего края и которые порой находятся совсем рядом. Глядишь на всю эту красоту сегодня и даже не можешь себе представить, сколько слез впитала эта земля. Разбитые судьбы, разделенные семьи, все это последствия такого страшного явления, как война. Я ехал в обычное упраздненное село Екатериновка, фактически же попал в забытую немецкую колонию, информацию о которой днем с огнем не отыскать. И только теперь обратил внимание, сколько в моем кругу общения знакомых людей с немецкими фамилиями. Человек с десяток уж точно наберется. Мы вместе росли, учились в школе, университете, взрослели, становились коллегами по работе. Но никогда я не задумывался и не задавал вопрос о том, как сложилась судьба их предков. Многое забыто с тех времен, в том числе по причине строжайшей секретности и сокрытия реальных фактов. Говорят, что прошлое не изменишь, а будущее нам не подвластно. Никто не знает, какие испытания выпадут на долю людскую завтра. Единственное, что мы в состоянии изменить, это день сегодняшний. Прошлое не изменить, но его можно использовать, чтобы сделать этот мир чуточку лучше и добрее, начав в первую очередь с самого себя. Это долгий путь, но путь этот, несомненно, принесет свои плоды. А уж какие, зависит от нас с вами, от каждого из нас. Главное помнить то недалекое прошлое, которое еще не успело забыться благодаря развалинам, пятиквартирных одноэтажек, чудом сохранившимся памятникам истории и культуры, подобно зданию клуба в селе Екатериновка. Да тем немногочисленным людям с немецкими фамилиями, которые и по сей день живут рядом с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok